Хорошее утро Хорошее утро, хорошее утро Хорошее, хорошее утро Ну что, друзья, всем здравствуйте! Друзья, вы смотрите Хорошее утро И мы будем поднимать вам настроение Сегодня понедельник Начало рабочей недели И нужно начинать его, естественно, с хорошего утра В студии Пора уже запомнить, ребята Нина Манчинская Это я и Евгений Шатухин Ну это помнят уже Все знают наверняка Да, друзья, конечно же Как начнешь что угодно Так это что угодно И покатится Вот у нас как по маслу Пойдет сегодняшний день Потому что начинаете вы его Очень правильно С хорошего утра И у нас сегодня праздник Всемирный день Ребенка Да, появился он При помощи Генеральной Ассамблеи ООН Они предложили В 1954 году Отмечать этот день Для того, чтобы Ну, мало того, что Обратить внимание на Защиту детей На то, чтобы у них все было хорошо На благополучие наших деток Но и еще для того, чтобы Сплотить разный народ, нации Вот такой добрый, хороший праздник Кстати, 20 же ноября Через 5 лет После появления этого праздника Ассамблея приняла Декларацию о защите прав ребенка И еще через 30 лет Появилась конвенция О защите прав ребенка Это два основных документа Которые защищают наших малышей Но ни в коем случае Нельзя вот наш сегодняшний праздник Путать с праздником Который мы отмечаем 1 июня День защиты детей Это абсолютно разные праздники Тогда дают мороженое Сегодня я мороженое нигде не увидел Да, сегодня мороженого не будет Но зато мы подготовили Для, ну, скорее для родителей, наверное Несколько советов о том Как воспитать умного ребенка А может быть даже гения Итак, совет номер 1 Пообещайте Тут сразу, возможно, и алчного можно вырасти Совет номер 1 Пообещайте тысячу рублей Если он научится жонглировать Для чего это нужно? Тренируем способность достигать цели И, между прочим, ученые из Оксфорда Говорят, что за 6 недель Тренировки жонглирования Вот здесь вот в голове На 5% Количество белого вещества становится больше На 5% Да, на 5% Количество белого вещества, которое отвечает За обучение, становится больше Поэтому жонглируйте Ну и не забываем, конечно, про координацию Моторику рук А ты умеешь жонглировать? Так Нет, здесь вода Все, не покажу Друзья, совет номер 2 Стоит разрешать вашему чаду лазить по деревьям Конечно, очень спорная информация Для чего это надо? Тренируем самоконтроль Регулярное покорение деревьев Не только приучит ребенка справляться С оцепенением перед пугающей задачей Но и подстегнет креативное мышление Ну, потому что нужно придумать Как залезть Куда ногу поставить Где зацепиться А ветки еще начинают расти высоко Ну, я в детстве лазила Ну, я сразу же скажу Нас немного насторожило Что эти данные пришли из детского госпиталя Ну, от врачей А они знают, что говорят Потом, следующий совет Научите играть ребенка в шахматы Для чего? Тренируем настойчивость Шахматы сделают ребенка усидчивее Внимательнее И помогут развить логическое мышление А самое главное Отвечать за свои поступки Поступки, нести ответственность Все правильно Еще ученые рекомендуют Хвалить не результат работы А сам процесс То есть делает ребенок домашнее задание Например, подойдите, похвалите Вот мелочь какую-то Ты правильно сидишь У тебя хорошая осанка Ты хорошо держишь ручку Какой у тебя красивый почерк И вот в тот момент Когда он принесет пятерку Уже пятерку Нужно вспомнить тот момент Когда он готовится И сказать о том, что Вот видишь, пятерка Потому что ты готовился Потому что ты работал Ты молодец Да, ну и совет номер пять Нужно заслужить результат Вот такая у него формулировка На самом деле здесь все понятно Если ребенку будет все доставаться просто так То никакого резона стараться и работать, естественно, не будет Поэтому очень хороший и простой совет Да, тренируем терпение И вот такие люди зарабатывают на экзаменах Самые высокие оценки Итак, друзья, еще раз поздравляем всех Со всемирным днем ребенка Да, но на самом деле Защищать приходится иногда не только детей Помощь порой требуется многим людям Причем самое разнообразное И если вы не знаете, как совершить добрый поступок Мы вам сейчас расскажем Дело в том, что в Краснодаре проходит акция Помоги нуждающимся и добровольческое движение При храме всех святых на Всесвятском кладбище Следующее собрание состоится 25 ноября То есть в субботу Если вы хотите принести продукты или теплые вещи Потому что у нас холодает, впереди зима Куртки, шапки, носочки, одеяло Все, что угодно Все, что у вас есть Вы можете приносить к 12 часам Ну а если вы волонтер и можете помочь в организации Тогда нужно прийти на час раньше, к 11 На Всесвятское кладбище И всю оставшуюся информацию Все, что непонятно, вы можете узнать по номеру телефона Который сейчас появился на ваших экранах Вот, ребята, вся информация Вот по этому номеру телефона Мы вас ждем в 11, если вы Хотите помочь в организации? Если вы волонтеры хотите помочь А в 12, если у вас есть вещи, которые вы можете передать Вот в эти руки Но, ребята, есть у нас на Кубани человек, который Человек Чье призвание Человека-код Чье призвание Это помогать людям И предлагаю сейчас посмотреть Вот такой вдохновляющий ролик О том, как он готовится вот к этому дню Да, Фрэнки, далее смотрим Субтитры сделал DimaTorzok Фрэнки, спасибо тебе большое Но вот планы на следующую субботу у нас уже есть Мы уже построили А теперь вспомним предыдущую субботу Дело в том, что был праздник И мы не смогли поздравить Деда Мороза С его днем рождения Потому что мы в субботу не выходим в эфир И решили перенести это на понедельник И вместе с вами, вместе с телезрителями Хорошего утра Мы хотим позвонить Главному Дедушке Морозу Кубанскому Главному Кубанскому Деду Морозу Итак, пожалуйста, набираем его номер Здравствуйте, доброе утро А, с добрым утром Вы уже не спите? Дедушка Мороз, не спим Мы звоним И с хорошего утра Чтобы поздравить тебя С днем рождения С наступившим Ой, спасибо Ну я рад, рад Спасибо большое Ну рассказывай, что тебе подарили, дедушка? Дедушка Мороз, скажите Что самое запоминающее Из подарков? Из подарков? Да, это самое напоминающее Мне, знаете, меня пригласили Сюда, в город Краснодар На новогоднюю елку Вот где я буду детишек поздравлять Это подарок мой, самый любимый Дедушка, ну а пишут уже детки Меньше, ну нет Чуть-чуть больше месяца остается до Нового года Что желают? Им много ли пишут? Ой, еще письма нету Но самое главное, что мне уже сказали 23 числа открывается домик почта Деда Мороза Где будут детишки писать письма мне С Новым годом там с пожеланиями Поделки будут делать А я буду вручать им подарки Вот это радость для меня То есть уже в среду можно будет отнести свое письмо Прямо на почту Деда Мороза? Прямо на почту Деда Мороза А я буду их читать А взрослые пишут? Вообще взрослые люди верят в чудеса? Верят, конечно Рядом там находится ЗАГС Как раз около дома Деда Мороза И знаете что? Даже влюбленные приходят и письма бросают Чтоб я как-то их поздравил А письма по отдельности бросают или вместе? Нет, вместе, вместе, конечно Прямо там регистрация, прямо и подарки Я им даже вручаю подарки Здорово, Дедушка И пожарники, и кто только не присылает письма Дедушка Бороз, спасибо вам большое Еще раз поздравляем вас с прошедшим днем рождения Мы уже ждем Новый год Потом уже пообщаемся насчет подарков Которые мы ждем на Новый год Спасибо вам большое Еще раз с днем рождения А, все, сбросил уже Вот так вот, да То есть, дорогие друзья Информация о том, что в среду буквально открывается в Краснодаре домик Деда Мороза Все письма, которых вот у меня, например, два Несем ему И все желания обязательно исполнятся Но, кстати, в начале ноября Наше хорошее утро тоже в своем роде выступало в роли Дедушки Мороза Мы запустили акцию, которая называлась «Хорошее желание» Приурочная, она была ко дню исполнения желаний Этот день был 8 ноября Писали много И мы уже показывали в эфире небольшие видеосюжеты О том, как помогали сочинскому приюту О том, как малышам из детского дома отвозили подарки Но, а сегодня настало время осчастливить еще одну участницу акции О ней прямо сейчас Здравствуйте! Марьяна? Да Меня зовут Нина, программа «Хорошее утро» Вы участвовали в нашей акции «Хорошее желание» Да, вроде Что загадывали? Мы загадывали с дочкой, чтобы я провела танцевальную разминку Попробовала себя в качестве ведущей Тогда она сказала, будет смотреть на меня и танцевать вместе со мной Да, но вы знаете, мы вас приглашаем провести на нашем телеканале В прямом эфире, в хорошей мудре Классно Придете? Конечно, да Дочку возьмете с собой? Да, обязательно Как раз у нее день рождения, я хотела сделать ей подарок такой То есть нам тоже нужно... Хочет быть? Так, то есть нам подарок еще нужно готовить Понятно Встанете так рано? У нас в 5 утра начинается эпид О, встанет! Если на мечтах Все, мы вас ждем до понедельника Хорошо, спасибо большое Просто, просто мы маленькие звезды Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами Все знаем движение, снимаем на движение Ай, будет круто, ай, ай, будет круто, эй! Доброе утро! Здравствуйте! Саша, именинница, двигайся ко мне Вот так, девчонки! Доброе утро, здравствуйте! Ой, привет! Здравствуйте! Слушайте, какие вы молодцы! Ну, рассказывайте, желание сбылось? Да! Да! Все, 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 сбылось! Да! А вот наша именинница Саша, вчера был день рождения? Да! Это ты хотела, чтобы мама по телевизору танцевала? Угу! Все получилось? Да! Здорово! Девочки, вы такие молодцы! Слушайте, ну рассказывайте, чем занимаетесь вообще? Откуда вы к нам пришли? Мы со спортивного клуба пришли к вам Вот мы с малой танцуем там Я преподаю танцы там Саша нам сейчас рассказывала, что она не танцует Она поет? Она танцует в садике Иногда у меня бывает танцует Ну, по настроению Да! Слушайте, ну так зажиганно Творческие личности они такие Ну да, мы заметили А нас научите танцевать? Конечно! Танцует и концов Мы тут сидим Конечно! Ну пойдемте Пойдемте, Вася, класс! Что же мы сидим? Итак, ребята Ну, я думаю, телезрители также могут сейчас вставать Перед телевизором И повторять за нами движение Саш! Пойдемте! Саша, Нина, мы ждем вас Мы ждем вас здесь в центре Потому что мы сейчас вам покажем класс Итак Вначале мы как хотим танцуем Как хотим Оп, так А теперь приготовились Лево шаг Шаг, хлоп Шаг, хлоп Мы показываем звезды Опа И теперь крутилки такие Крутилки пошли А теперь все знаем Снимаем напряжение Хлоп, класс Хлоп, класс И прыжок Хлоп Я выучила Ну, давайте сначала Давайте Итак, друзья Запомнили движение теперь сначала Каждый телезритель Три, два, один Поехали Танцуем как хотим Танцуем И всем желаем доброго утра Хорошего утра И шаг Раз Два Мы маленькие звезды Пой вместе с нами Танцуй вместе с нами Все знаем движение Снимаем движение Блин, если вы избавитесь от меня Хоп, класс, делай Хоп, класс И прыжок Браво Друзья Друзья Это и другие интервью И вообще все что угодно Вы можете посмотреть на сайте Нашего телеканала Кубань24.тв А далее у нас Факты Факты спорт Погода Потом вернемся к нам Сюда в студию Узнаем Как можно заставить Извиняться японца За 20 секунд Друзья Вообще смотрите Хорошее утро И знаете что Любое желание Сбудется Хорошее утро 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 Доброе утро, друзья! Мы желаем вам отличного дня, хорошего настроения и только позитива. В студии «Хорошего утра» Женя Житухин, Нина Манчинская. И сегодня вас ждет много всего интересного. Мы подготовились. Друзья, ну а для тех, кто еще не проснулся, мы хотим показать видеобудильник от нашего телезрителя. И вот я не знаю, на самом деле, с каким чувством вы будете смотреть на этот будильник. Пожалуйста. Доброе утро, Краснодар. Скорее просыпайтесь. Выходите на улицу и заряжайтесь позитивом. Пока на Бали уже закат, у вас рассвет. Доброе утро. Спасибо большое. Очень приятно получать вот такие будильники от ребят, которые отдыхают. Спасибо вам большое. Если вы хотите прислать нам свой видеобудильник и разбудить всю Кубань, то, пожалуйста, присылайте в WhatsApp на номер 8-988-312-1515, либо в группу ВКонтакте «Хорошее утро», либо на электронную почту. Электронная почта «Утро-дефиз-кубань-24-собакамейл.ру». Друзья, обязательно самый лучший видеобудильник получит от нас подарки. Вот, кстати, сегодня понедельник, да, и самое время подводить итоги прошлой недели, и мы уже выбрали самый лучший, позитивный и классный будильник. Внимание на экран! Привет, хорошее утро. С вами детская библиотека Маршака, и сегодня у нас в гостях музыкальная школа имени Рахманинова. Театральное отделение со спектаклем «Теремок» по песне Самуилу Яковлевичу Маршака. Пойдемте посмотрим. Кто-то в «Теремочке» живет. Кто-то в «Невысоком» живет. Это я, лягушка-квакушка-пуха. С нами была на связи детская библиотека Маршака, школа музыкальной имени Рахманинова, театральное отделение, и все вместе! Привет, хорошее утро! Вот это, я понимаю, библиотека. Никакой тишины пришла музыкальная школа и выиграла для воспитательницы два билета на предпремьерный показ анимационного фильма «Пиксар и Дисней». Называется он «Тайна Коко», так как «12 плюс» идет в кино воспитательница. Потому что она всех и организовала. 22-го числа в китомониторе состоится, еще раз напоминаю, предпремьерный показ. Вы пойдете в кино даже раньше, чем... То есть весь мир посмотрит 23-го числа, по крайней мере, вся Россия посмотрит 23-го, а вы сможете посмотреть 22-го и уже сказать свои впечатления. Ну а для тех, кто хочет попасть в кино, но не присылал нам свои видеобудильники, мы хотим сказать, ребята, у вас есть шанс, у вас есть шанс тоже забрать вот такие вот билеты на «Тайну Коко». Что для этого нужно сделать? Для этого нужно поближе взять свой мобильный телефон и отослать на номер 8-988-312-15-15 смс-сообщение со словами «Хочу в кино». И вот первые люди, которые пришлют нам сообщение со словами «Хочу в кино», получат вот такие вот билеты и отправятся 22-го числа. В 20.00 в киномонитор смотреть «Тайна Коко». Что же там за тайна такая, а? Классный мультик, очень интересный. Да, друзья, ну и вот на такой позитивной ноте мы переходим к новостям, тоже очень хорошим. Буквально на днях японская железнодорожная компания растрогала весь мир своими извинениями. За что извинялись? Что там произошло, Нина? За что? Ну, просили прощения они за то, что поезд ушел со станции на 20 секунд раньше расписания. Несмотря на то, что ни одной жалобы на компанию не поступило. На 20 секунд? Ты ничего не пропустил. На 20 секунд раньше тронулся поезд, должен был в 9 часов 40 минут и... 40 секунд уйти, а ушел в 9 часов 40 минут и 20 секунд. Еще раз напоминаю, ни одной жалобы на железнодорожную компанию не поступило, но при этом официальное извинение они разместили в соцсетях, и это очень сильно растрогало пользователей соцсетей. Многие начали комментировать, насколько же это мило и приятно, что японцы такие пунктуальны и просят прощения за такое... Ну, согласитесь, это мелочь. А один мужчина написал, что... На 20. Да, я вот однажды ездил на автобусе в Иране, и водитель очень сильно хохотал, когда мои ноги зажало дверью, и они болтались вот так... Голову зажало? За автобусом, да. Ну, ребята. И никто прощения не попросил, а японцы молодцы. Какая большая разница между водителями. Итак, друзья, мы хотим сказать о том, что, конечно, все любят смотреть «Хорошее утро», особенно есть у нас рубрика «Хорошие приветы» от Светланы Владимировны. Вот из-за нее большинство смотрят. Поздравляем, где мы поздравляем всех, весь край, всю Кубань. Но, к сожалению, Светлана Владимировна ушла в отпуск, и сообщения приходят, письма приходят. Письма пишут. И, в общем, как-то нужно выкручиваться, как-то нужно поздравлять. Ну, у нас, конечно, не получится, как у нее. Конечно, не получится. Ну, я не знаю, но попробуй. Ну, давай все-таки попробуем. Давай ты попробуй. Потому что нужно прочитать некоторые сообщения, некоторые приветы. Ну, наверное, вот так как-то. Здесь должна быть музыка. Всем здравствуйте, мои хорошие, мои любимые телезрители. Вы отправляете свои письма от вашего огромного, большого, теплого сердца к нам по капиллярам хорошего настроения в хорошее утро. Как-то не очень, да, получается? Нет, не очень. Не очень. Жень, предлагаю сделать по-другому. Вот. Отмечает свой день рождения замечательный человек. И его супруга, она просто взяла нам и позвонила. А мы записали телефонный разговор. Раз уж Светланы Владимировны сегодня нет с нами в этой студии, ну, пусть она сама поздравит своего мужа. Как тебе идея? Давайте, давайте слушать, пожалуйста, поздравления. Валерия Федоровна, взрослый в Сихаревске. У мужа как раз день рождения. 70 лет. Дети поздравляют. Дочери. Людмила, Елена, Алексей. Внуки, Коля. И Аночка и Анюточка. А также наши друзья. Очень хорошие ребята. Елена и Сашка. Слава, чтобы у него было здоровье. И чтобы он никогда не падал в духа. Чтобы у него все было прекрасно. Ну вот, друзья, вот такие замечательные слова. Такие замечательные поздравления. Огромная семья. Перечисляли только, да. Человек 15 поздравила. Да, ну это же прекрасно. Друзья, ну а раз уж мы с вами зарядились вот такими приятными эмоциями, самое время подумать о здоровье. Кстати, мы каждое утро вместе с хорошим утром занимаемся благополучием вашего тела, можно и так сказать, и проводим зарядку вместе с профессионалами из клуба Orange Fitness. Вот сегодня, например, узнаем много нового и интересного, как сделать зарядку с утра, вот прямо не вставая с кровати. Доброе утро! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я проведу для вас утреннюю зарядку. Если вам порой лень вставать и делать зарядку, то вы можете сделать это, не вставая с постели. Итак, первое упражнение. Вытягиваемся максимально руками вверх и носочками тянемся вниз. Делаем глубокий вдох и на выдохе расслабляемся. Итак, второе упражнение. Поднимаем ноги в коленях, кладем на правую сторону, руки в стороны от себя. Поворачиваем голову в противоположную сторону. Дышим спокойно, не задерживаем дыхание. Делаем вдох, поднимаем ноги. И на выдохе кладем их в противоположную сторону. Вдох, поднимаем ноги. И на выдохе кладем их в противоположную сторону. Закончили. Выпрямляем ноги, руки кладем вдоль туловища. Правой рукой вводим по брюшной полости, по часовой стрелке. Мы это делаем, чтобы разогреть мышцы живота, а также подготовить наши органы к пищеварению. Следующее упражнение. Для этого мы встаем на четвереньки. Будем делать добрую кошку и злую кошку. Для этого округляем спину. После этого максимально сильно прогибаемся. Все движения максимально плавные. Выполняем без задержек дыхания. Очень полезное упражнение для гибкости козвоночника. Закончили. На этом наша зарядка завершилась. Занимайтесь спортом всегда и везде. Пока. Спасибо большое всем тренерам из клуба Orange Fitness. Ну вот мы размялись. Пора бы немножко растрясти мозги. Итак, друзья, давайте узнаем, что происходило в истории 20 ноября в разных годах. Так, пожалуйста. Вообще это очень важная дата в мире науки, потому что в 1979 году впервые в истории медицины больному перелили искусственную кровь. Конечно же, сейчас трансфузия, это называется, стала очень популярной процедурой при операциях и различных других медицинских манипуляциях. Но, естественно, хранить донорскую кровь очень сложно. Я уже не говорю о том, как трудно ее найти. Но решили изобретатели создать искусственную кровь или, как ее еще называют, голубая кровь. Понятно, по каким причинам появилось такое желание. И все получилось. Ну, практически все, можно и так сказать. Появилась та самая голубая кровь. Этот препарат называется перфторан. Но, к сожалению, полностью заменить функции эритроцитов он не может. Он переносит кислород в организме, действует всего 4 часа. И в чистом виде его использовать нельзя. Требуются дополнительные добавки, которые тоже создают определенный ряд проблем. Это не так просто. Поэтому в данный момент многие ученые в мире работают над созданием той самой идеальной искусственной крови. Пока идеального заменителя эритроцитом нет. Но вот, кстати, несколько фактов о донорстве. В принципе, донор переводится с латинского как дарить. А человек, который принимает кровь, его называют реципиент. В организме взрослого человека 5,5 литров крови. Но сдать за раз можно всего 350-450 миллилитров. А человек в истории, который больше... Есть рекордсмены. Есть, да. Человек однажды сдал... Ну, нет, не однажды, а за всю жизнь 500 литров крови. 624 раза он становился донором. Кстати, ученые говорят, что... Ну, это как исследование проведены. Люди, которые являются донорами, живут на 5 лет дольше, не страдают... Вернее, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. И вообще, ну, у них, получается, кровь, она быстрее. Или как? Ну, не знаю. Ученые как-то это объясняют. В общем, они здоровее, сильнее и вообще молодцы. Статистика, между прочим, не очень хорошая. В Европе на тысячу человек 25-27 доноров приходится, а в России всего 14. Это вот данные по Москве. А нужно для того, чтобы все было хорошо, на тысячу человек 40 доноров. Вообще, одному... Подожди. Пожалуйста, пожалуйста. Одному рецепенту необходимо сразу 3 донора, чтобы получить необходимое количество крови. У меня все. Ну, в общем, это тот день, когда нужно задумываться о донорстве и роли вообще в нашей жизни. Друзья, также 20 ноября 1985 года впервые появилось Windows 1 и 0. Вот это Windows в том понимании, к которому мы привыкли вообще видеть операционные системы на компьютерах. То есть здесь впервые было придумано... Почему назвали Windows? Windows переводится как окно. То есть реализована функция многозадачности. Можно было запустить калькулятор, блокнот, игры. Да, и еще несколько программ и одновременно их перелисовать. То есть в 80-е годы можно было отрываться на компе по полной программе. На самом деле она была очень требовательная, эта операционная система. Ну, на тот момент времени. Нужна была мышь, графический адаптер, две установочные дискеты. В общем, для 80-х годов это было чудо науки и техники. И вот потому что эта операционная система была многозадачная, она могла посоревноваться с кое-какими яблочными устройствами и производителями. Ну, на самом деле, конечно, было много различных проблем, потому что это первоисточник, можно сказать. Появилась следующая версия Windows 1.01, которая тоже была не идеальной, естественно, но просуществовала 16 лет. До 2001 года она функционировала. Ну, а потом уже, конечно, разработчики начали придумывать что-то более новое, более современное. Сейчас, конечно, огромное количество операционных систем существует, но вот Windows все помнят, все его очень сильно любят. Итак, друзья, запоминаем. 20 ноября 1985 года появилась впервые Windows 1.01. Смотрите «Хорошее утро». Далее вы узнаете, как можно сделать землетрясение с помощью своих друзей и какая погода будет в крае. Все это вы узнаете в хорошем утре. Звучит музыка. Хорошее утро, хорошее утро Хорошее, хорошее утро Ну что, друзья, всем здравствуйте. Я надеюсь, что мы уже воспитали вас привычку каждое утро включать телеканал Кубань 24 и начинать свой день с хорошего утра. Сегодня в студии Нина Манчинская, Евгений Шитухин. Всем привет, просыпаемся. Да, и начинать утро нужно с прекрасных новостей, ну, хотя бы с интересных. Вот, например, в Перу недавно после футбольного матча приложение мобильное зафиксировало небольшое землетрясение. Как это произошло? Происходил матч в Перу, в городе Лима. Играли с Новой Зеландией. И вот после того, как Джефферсон Фарфан забил гол в ворота новозеландцев и тем самым обеспечил проход команды и участие в чемпионате мира 2018 года, болельщики Перу, они так сильно радовались, что действительно приложение на смартфоне зафиксировало землетрясение. Небольшие толчки. Но все же, конечно, исследователи потом сказали, что все это связано было просто с радостью болельщиков. Сотрясений земной коры не было никаких, но тем не менее, посмотрите, как вот эта радость повлияла на смартфон. Он действительно подумал, что вот это счастье неимоверное, это прямо толчки земной коры. На самом деле, на Кубани тоже буквально на этих выходных обнаружили толчки земной коры, а все потому, что в хорошем утре, буквально в пятницу, сказали о том, что будет замечательная погода на выходных. И прогноз сбылся, кстати. И прогноз сбылся. Мне немножко непонятно, что это девушка стоит у нас в студии. Вообще сейчас о погоде хотели поговорить. Здравствуйте, Мария. У вас драться чуть не упало. О, Господи. Маша, что? Ты или это? Что с тобой случилось? Почему ты не предупредила нас? Мария Белучевна на минуту. А рассказывать о погоде будете или о чем-то? Это не Мария Грэй, мама. Можно показывать? Это Мария Грэй. Просто сегодня такой день, смена имиджа. Это же день перевоплощения. День перевоплощения. Ты решила вот так отметить? Вот так я буду. Теперь я буду выглядеть так всегда. Это не потому, что погода плохая, ты в черном. Нет, погода просто... Принцесса была ужасная, погода была прекрасная. Очень хорошая погода. Но перед этим хочу вас спросить, каковы шансы увидеть радугу ночью? Как вы думаете? Ноль целых два десятых процента. Чуть больше шансов, Нинча. На самом деле можно увидеть ночью радугу, лунная радуга, именно так она и называется. И вот шотландцу Петрику удалось сделать редчайший снимок. Он сфотографировал двойную лунную радугу на фоне северного сияния. Сейчас на экране должно появиться. Как вышло так. Вышел он из дома со своим фотоаппаратом. А там, значит, тучка, луна, и дождик небольшой пошел. И тут же и северное сияние. И он сделал редчайший снимок, который вот есть в этом мире на данный момент. То есть он вышел на улицу тут, с одной стороны, северное сияние, с другой редчайший радуга, причем двойная. А он не играет в лотерею, нет? И он не знает, что снимать. Он не играет в лотерею, да, но, наверное, нужно было бы сыграть. Попробовать. Маш, ну а нам-то хоть повезет? Расскажи о погоде, принцесса ты наша. Ой, нам очень повезет. Сегодня к нам подошел фронт. Теплый, но немножечко дождливый. Посмотрите, вот он, вот он подошел к нам, вот он наш край прекрасный. Мы находились на выходных в зоне антициклона. И вот сегодня началось свое прохождение небольшой фронтик, но очень теплый. Температуры вырастут где-то на 5-6 градусов. Давайте на них смотреть быстрее. Раз, два, три, карта края появись. Вот она появилась. Смотрите, что будет происходить. Достанется немножечко. У нас северу край. Здесь точно пройдут небольшие кратковременные дожди. Есть Приморская, Ахтарская, Невская. Вот они, дождики ваши. Но это ничего, зато температуры довольно-таки комфортные. Далее движемся с запад нашего края. Темрюк, например. Тоже возможные кратковременные дожди. Плюс 13. И может быть до 15 даже дело дойдет в Темрюке. По востоку вообще замечательные температуры. Тихорец, Кропоткин. Вам тоже очень повезло. Майкоп, Армавир. Не смотрите на вот эти капельки. Возможно, дождя у вас не будет сегодня. Давайте на побережье переместимся. 16, 16, 19, 19. Чудесная погода на побережье. Самым теплым местом сегодня оно будет. И, друзья, я вас поздравляю. Практически никаких осадков. На эти капельки тоже внимания не обращаем. Давайте в центр. Теперь, что у нас в Краснодаре. В Краснодаре тоже прекрасная погода. 12, 14, очень тепло. Сейчас, в принципе, можно и шапку теплую не надевать. Куртки одной будет достаточно. 13, 15. Синоптики обещают нам в дневное время. Возможен кратковременный дождь. Но это тоже не факт. На самом деле, синоптики просто подстраховались. В вечернее время. Плюс 11, 13. И кратковременные дожди, которые тоже навряд ли случатся. Ветер у нас преимущественно южный. Он очень теплый, но порывы сильные. 10, 12 метров в секунду. Это в дневное время. И вот прямо сейчас 11. Давление зато в пределах нормы. Поэтому все, кто метеочувствительный, чувствуют себя сегодня неплохо. Маша, спасибо тебе большое за погоду. И раз уж мы все сегодня отмечаем день перевоплощений. Давай-ка мы действительно, мы решили с тобой отметить этот день перевоплощений. Нина, хорошо, ты, понятно, ты, Дед Мороз, подождите. Естественно, мы с Ниной достали свои самые красивые, самые роскошные наряды. Ой, действительно, роскошно. Золото, бриллианты, Евгений. Вот, как вы, царская жизнь. Я так хожу дома, ребята. Почему нет? Могу я немножечко отдохнуть, как говорится. Я так не хожу, друзья. Но на самом деле настроение прекрасное. Мария Грай прекрасное. Вот Женя Шитухин есть еще. Кстати, я хочу еще раз поздравить Деда Мороза с днем рождения. Буквально в субботу. С наступившим днем рождения. Еще раз всем привет. Ну, а если вы не отправите настоящему нашему кубанскому Деду Морозу, не сможете отправить письмо, то отправляйте мне в хорошее утро. Я обязательно исполню ваши желания. Так же, как исполнил желание Марии Грай перекраситься в черный цвет. Я же предоставил тебе этот парик. Теперь я хожу, честно говоря, пугас. А можно я сниму? Давай, даже интересно посмотреть на тебя без него теперь. Вы знаете, тут все зацепилось. Навряд ли это получится. Не, не получится, получится, Маш. Давай. Маш, давай. Тяни. Помоги. Тяни. Снимай свой. Так. Маша, у тебя даже прическа не испортилась. У меня не испортилась? Нет, не испортилась. А у меня не испортилась? Все нормально? Как будто юго-восточный ветер. Кстати, про ветер. Ребята, на самом деле, место самой плохой погоды находится на горе Вашингтон. Вот, кстати, сейчас появится видео на экране. Ребята просто выходят из своего домика, а очки этот парень надевает не потому, что там постоянные снегопады, обледенения, а потому, что там такой легкий бриз 169 километров в час. Каждый день борется с этим ветром. А у нас как-то в российске бывает, между прочим. Посмотрите, ребята, 169 километров в час. Если ноги оторваются, он может улететь. Просто не может стоять на месте. И сколько ему нужно идти на работу вот так? Вот это, ну, а если он работает с другой стороны, это быстрее получится. С другой стороны, он быстренько доберется. Ну, на самом деле, вот это место считается самым плохо погодным местом на земле. Да, а у нас наш край, все помнят, это же просто рай. Настоящий рай. Да. Нина, помним, помним. Поэтому у нас все хорошо, да. Друзья, ну и, конечно же, мы напоминаем нашим деткам. Еще раз напомню, что 23 числа начнет работать в Краснодаре избушка Деда Мороза. И можно будет туда приносить свои письма. И вот наши дети, шустрики, конечно же, уже написали целую кучу желаний. Осталось подождать буквально несколько дней. Ну, а мы сейчас посмотрим, как они успевают еще и работать в промежутках. Уважаемые друзья, шустрики в хо-хо-ро-шем утре. Давайте посмотрим. Всем доброе утро, дорогие телезрители. А мы начинаем наше шустрое утро. Начинаем мы его весело, бодро, задорно вместе с Сергеем. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Денис. И вместе с Тамилой. Здравствуйте, Тамила. Здравствуйте. Как по-серьезному мы его начали. Но на самом деле, сегодня я для вас подготовил вот такую коробочку. Как вы думаете, что в ней? Коробочка. Коробочка. Еще одна коробочка. Да. То есть я принес коробочки в коробочках. Да. Это все очень просто. Это день рождения. Это свечка. У нас начинается неделя праздников. А именно, неделя самых лучших идей для проведения дня рождения. И я хочу вас спросить, как вы планируете провести свой самый лучший день рождения? С родителями поехать в путешествие. Куда? В Таиланд. В Таиланд. Ну да, действительно, неплохо. Тамила, а ты как думаешь? С друзьями куда-нибудь вместе поехать. Ребята, а вы хотите удивить своих гостей на дне рождения? Да. Да. Я знал. И я вам расскажу, как их можно удивить, только сразу после интересных фактов от Шустрика. Привет-привет, это Шустрика, и сегодня я расскажу вам про рыбу-камень. Это представительница семейства Скорпионовых. С первого взгляда и на рыбу-то не очень похожа. Ее внешний вид напоминает больший подводный булыжник, хорошие водорослими и тиной. А еще эта рыба считается одной из самых ядовитых в мире. Другое название рыбы-камня – бородавчалка. Это имя рыба получила за свой неприглядный и даже уродливый внешний вид. Почти все свое время рыба проводит лежа на дне, зарывшись в грунт или замаскировавшись под камни поросшей тиной. Это не только образ жизни, но еще и способ охоты. Если бородавчалка заметит интересующую ее еду, она тут же набрасывается на нее. Пытается рыба-камень креветками, различными представителями ракообразных, а также мелкой рыбой. В случае, если человек, наступивший на острый, ядовитый шип этой рыбы, своевременно не обратится за медицинской помощью, он может умереть. А у меня на этом все. До встречи, ребята. Пока. Итак, ребята, как я вам и обещал, сейчас я буду показывать фокус. Смотрите, у меня есть обычный стакан, как вы уже обратили внимание, ничего такого сложного нет, правильно? Покажи, что в нем. Смотри, он абсолютно пуст. А мне? Тебе тоже показываю. Могу даже сделать вот так, что в нем ничего нет. Никаких тут резинок ничего нет, веревок тоже. Смотрите. Сюрпризов нет. Сюрпризов ничего нет. Он сам держится? Нет, не сам. Сам-сам. Нет. Смотрите. А знаешь, почему я знаю, что не сам? Почему? Потому что ты только одна сторона держалась. Нет, нет, потому что я уже вижу скотч. Но все равно первые пять секунд вы такие, о-о-о, как он так делает? Нет. Да, да, я видел, видел, удивился. Смотрите. Даже есть подсказка, вон скотч лежит. Все Сергей знает. На самом деле правильно. Вам поможет вот такой двухсторонний скотч. Смотрите, вы приходите к своим друзьям. Говорите, ребята, у меня есть обычный стаканчик, пустой, ничего в нем нет. Так вот делаете. Опа, ручкой. Берете его. А в том-таки, смотрите, стаканчик держится сам на руке. А прямо сейчас мы будем смотреть рубрику «Шустрый таланты». Сегодня у нас в гостях солистка театра балета мимолетности Дарина. Привет. Привет. Дарина, расскажи, что самое сложное в балете? Наверное, это пуанты и растяжка. Пуанты – это балетная туфелька. Балетная туфелька. Сейчас я в них. А как ты там ножкой можешь показать? Сложно стоять вот так на носочках? Это больно очень. Больно? А как же ты терпишь? Ну, когда ты танцуешь, ты об этом даже не задумываешься. Ну что, готова? Да. Итак, Дарина с танцем «Шкатулочка». Дарина с танцем «Шкатулочка». Дарина с танцем «Шкатулочка». Дарина с танцем «Шкатулочка» Ты так красиво и прекрасно танцевала, что у меня просто даже нет слов. Я вручаю тебе этот диплом. Он говорит о том, что ты была участницей нашей рубрики «Шустрые таланты» в программе «Шустрое утро». Держи. Спасибо. Если эта прекрасная девушка разрешит, я, конечно же, сфотографируюсь с тобой. Можно? Да. Спасибо. Ребята, а я вам спешу напомнить о нашем фотоконкурсе. Выставляйте любые фотографии с хэштегом «Шустрое фото» в соцсети. И, может быть, именно вы станете обладателем нашего суперприза. А у нас на сегодня все вместе со мной. Эту прекраснейшую программу провели Тамила и Сергей. А все вместе мы «Шустрое утро». До встречи, ребята! Пока!